Ознакомление журналистов региональных СМИ с актуальными изменениями банковского законодательства и проводимой работой по повышению финансовой грамотности населения. Цель большого круглого стола, который прошел в стенах Главного управления Национального банка Беларуси по Брестской области. С журналистами мы встречаемся уже не первый год, поэтому для того, чтобы средства нашей массовой информации были в курсе всех событий, которые сегодня происходят в финансовой сфере, и те изменения, которые им идут, и банковская сфера развивается очень стремительно, поэтому мы считаем, что работники прессы, с которыми мы работаем, должны быть в курсе всех тех новых и передовых идей, которые сегодня происходят именно в финансовой сфере, в банковской в том числе. Деньги любят счет. Этот известный афоризм не теряет своей актуальности вот уже не одно столетие. Как грамотно оформить кредит? Зачем нужны депозиты и вклады? И на чем строится система рациональной траты? Ответы на эти вопросы должен знать каждый образованный человек. Сегодня работа по такому обучению начинается еще со школьной скамьи, а мотивацией к нему становятся различные олимпиады и конкурсы. Пять лет работы, которая проводит, конечно, результат совершенно другой по сравнению с тем, что было, потому что на том этапе уровень финансовой грамотности наши граждане, к сожалению, показали 30%. Мы сегодня и пользовались одним видом услуг или несколькими. На сегодняшний день этот процент пользования финансовыми услугами гораздо стал выше. Мы сегодня его оцениваем порядка от 60 до 70%. И очень много мы работаем сегодня с молодежной аудиторией, начиная с детских садиков и с нашими школами. Поэтому, естественно, исходя из этого, мы видим те результаты работы, которые дают положительный эффект. Для участия в расширенном семинаре организаторы пригласили экспертов по различным банковско-экономическим вопросам. Они познакомили представителей СМИ с нюансами законодательства, рассказали о своей деятельности и, конечно же, ответили на волнующие вопросы. Один из наиболее популярных – кредиты и условия их получения гражданами. Безусловно, именно повышая финансовую грамотность, именно это и дает гражданам возможность осознанно прийти в банк за получением кредита. На сегодняшний день весьма актуальна тема для населения, как я понимаю, улучшение своих жилищных условий. И, в общем-то, банк протягивает свою руку помощи, предоставляя им кредиты. На сегодняшний день Беларусьбанк является вообще флагманом по предоставлению кредитов населению. Ну и, в частности, кредитов на улучшение жилищных условий. Сегодня учреждения банковские предлагают множество различных услуг, в том числе с использованием электронных систем. Ориентироваться во всем многообразии достаточно сложно. Поэтому журналисты где-то через свои публикации и телерадиосюжеты помогут населению разобраться в тех или иных моментах.